С Новым Годом, господа! С Новым Годом! И пусть елочная мишура и мандариновые ароматы еще за сто дней от нас сегодня впору сорить новогодними поздравлениями, ведь один за другим Харьковские театры открывают свои двери с новым сезоном. Не суть. В храм талили, в мельпоменали входишь. Кажется, аплодисменты там не стихали все театральное лето. И трепет нетерпеливого зрителя сравним только с волнением ребенка, крадущегося к новогодней елке. Так что ж, с Новым Годом, господа! С Новым Театральным Годом! Да простит меня, а лучше не обидится, Харьковская театральная богема. Да и не только. Но ярче и пленительнее всего для меня горят огни театра опереты. Этот сезон чем интересен? Очень много планов. Три премьеры. В конце октября мы порадуем харьковчан таким названием, как «Прекрасная Галатея», замечательную музыку Франца фон Зуппе. Премьера состоится 29 числа, 29-30. К Новому Году мы, наших маленьких харьковчан, надеюсь, порадуем интересной такой историей под названием «Вочь краснокожих» по известному рассказу о Генре. И на весну, конечно же, мы планируем большое полотно под названием «Проделки ханумы» на музыку Гея Кончелли. Кроме этого, у нас большое событие. Это в ноябре мы будем праздновать 85 лет нашему театру. 1 ноября будет большой концерт в Большом зале театра оперы и балета. А 8 ноября мы будем праздновать здесь, на Карломарце 32, в нашем здании. Сюда придут поздравлять нас, наши коллеги, друзья из Киева, из Полтавы, из нашего прекрасного города, коллеги из других театров. Так что планов много. И будет еще, конечно же, много тематических концертов к 8 марта, к Дню влюбленных и так далее, так далее, так далее. Работы очень много, но я думаю, у нас все, как всегда, получится. Мы будем жить здесь, только здесь. Но ты же барон Баренкай! Я не просто барон, я сеганский барон! Я сегодня играю, сегодня выпала мне честь открывать этот 86-й театральный сезон нашим новым спектаклем. С полной уверенностью можно говорить, что это новый спектакль, который наша Валентина Федоровна Подорлова полностью, можно сказать, пересмотрела. У меня одна из основных ролей, граф Аманай. Хороший спектакль, яркий, мощный, насыщенный. И поэтому с радостью сегодня, ну мы вообще на работу приходим с радостью, а сегодня вдвойне, наверное, потому что открытие сезона. Ждали все, скучаем. В общем, к стыду своему, очень нечастый гость в москомедии, можно сказать, что я пришел сюда после очень длительного перерыва. Но вот как-то захотелось прийти именно потому, что, именно потому что давно не было. Тем более, что я знаю, что в театре уже, как бы, несколько лет грядут такие очень серьезные перемены в связи с директором, как бы, новым. Ну, теперь больше не новым, конечно, он уже достаточно давно работает, но тем не менее, как бы, даже, даже проходя мимо здания, уже просто можно видеть, какие перемены здесь происходят. И тем более, что то, что они там, удавалось, не уроками увидеть, там, в телевизионных каких-то передачах, я понял, что здесь какая-то жизнь, в общем, достаточно интересная происходит. Поэтому захотелось увидеть своими глазами, что же такого вот в нашей родной с вами оперете, что здесь происходит. Да, дедушка, да, у меня был цыганский барон по папиной линии. Вот, поэтому у меня есть цыганские корни, и, может быть, именно поэтому мне близок этот образ, мне его легко играть. Мне кажется, я в нем раскрываюсь. Вот, ну, это считается, в принципе, мы самым любимым таком в данном репертуаре театра. И образ нравится, музыка нравится. Здесь нравится все. Ну, лабирит – это такой общий жанр, знаете, где вот сливается все. И актерское мастерство, и я вообще жажду всегда музыкой. Роль по темпераменту моя. Он корнет гусарский был в прошлом, да. Это такой мощный характер, бурный. Он молод душой, поэтому для меня это родная роль, удобная во всех отношениях. Громогласный, ну, гусар, гусар, этим все сказано. Музыка Штрауса говорит сама за себя. Это одно из самых великих произведений маэстро. Я считаю, что любой театр нашего жанра гордится, если имеет в репертуаре такой спектакль. Конечно, это удача, спектакль мне нравится. И самое главное, что полные залы, значит, нравятся зрителям. Хочу всех поздравить вас, потому что здесь очень много людей знакомых. Люди, которые любят наш жанр, наш театр, ходят часто. И хочу, чтобы те люди, которые сюда пришли первый раз, не хватает времени, как и чаще. Все, что мы делаем, делаем для вас. А этот сезон был яркий и интересный, друзья. Вот уже третий раз я видела цыганского барона и вновь буря эмоций. И каждый звук приводит в восторг. Удивил не меньший театр Мадригал. Рок-оперой. Костюм. Жанр очень интересный, рок-опера. Вообще, музыкальные спектакли – это сейчас направление нашего театра. После мюзиклов, которые мы выпустили несколько, мы решили обратиться немножко к другому жанру. У нас когда-то были первые попытки сделать рок-оперу. Но мне показалось, что сейчас именно рок-опера, она как бы драйв жизни, как эмоциональный порыв. Потому что рок-опера – это миф. То есть мюзиклы, они немножечко легкие, все же такие по восприятию. Рок-опера, она больше эмоциональна, больше действует на эмоции людей, которые в зрительном зале. И вот через эмоции, через голову доходит вот сюда до сердца. То есть если эмоционально он захватывает, он начинает с нами вместе жить. Поэтому рок-опера, мне кажется, сегодня в такое напряженное время, вот эмоционально, я думаю, что для зрителя это как раз то, что нужно. Спектаклю ровно 10 лет, но он сейчас в ремейке. То есть это премьера, ремейк, новое видение, новое дополнение некоторых сцен. 10 лет назад я шла в театр на этот проект именно на роль Жанна Дарк. Это было нагло, наверное. Наш гениальный режиссер смог раскрыть внутри меня некое второе существо, которое раскрывается к концу спектакля, полное злобы, ненависти, которую я в принципе в обычной жизни не показываю, я таким не обладаю. Такие роли, вы знаете, мне кажется, что частица таких ролей у нас в каждом есть. в каждом отдельном взятом человеке. Частищика дьявола, частичка вот такой из летней войны. Мы не просто несем какой-то конкретный образ, правильно? Мы несем такой собирательный, всеобъемлющее что-то. Очень прости, дочь свою. У нас готовится большое фэнтези. Это первый жанр, к которому мы обратились. Мы никогда фэнтези не делали, мы все время делали или сказки, или взрослые. А теперь мы делаем фэнтези. Называется оно «Королевство волшебных зеркал». Сейчас готовится новый спектакль, можно будет сказать так, спектакль, репетиция, спектакль. Это называется он кастинг. Костер у нас как бы вот такой вот символ. С одной стороны он греет, да, и с другой стороны он совершенно другой. Не так проста жизнь, как кажется. Она еще проще. И все так просто-просто. Ах, нет. Просто это простые истории Антона Чехова от Харьковского театра кукол. Ну, дело в том, что я очень люблю этот спектакль. И очень люблю, прежде всего, потому что это Антон Павловичев. Когда окунаешься в его атмосферу, в атмосферу его рассказов, пьес, это совершенно неимоверное действие. Действие, я бы сказала, это писатель, который делает что-то с человеческой душой. Просто это один из самых сложных спектаклей, которые есть у нас в репертуаре. Сложных с точки зрения даже не столько технологической, сколько с точки зрения у меня создания атмосферы, создания особого такого культурного настроя, ходит в работе в театре. И, соответственно, когда мы задаем подобное открытие сезона, когда мы задаем подобное, мы сами для себя определяем некую планку. Именно этот рассказ, это такое утро человека, человеческих взаимоотношений. Как угодно это можно расценивать. Вот это юность, это такая молодость. А шахтист Моисей Ильич берет тебя больше половины дохода. Обладающий Моисей Ильич Шахтист был управляющим местным жидовским оркестром. Якова он платил 50 копеек, так как тот играл на скрипке изредка. Теперь же брал большую часть отхода, поскольку являлся управляющим вышеназванным оркестром. По-моему, все справедливо. Конечно, задумок достаточно много. Тут очень много вопросов, что удастся, что не удастся. Свещать пока не будем, потому что все-таки задумки, это творческие задумки. О них можно говорить, когда они уже реализовываются. Но из ближайших вещей, которыми можно точно уже говорить, и которыми мы порадуем, это новая сценическая редакция «Скотного двора», уже классического нашего спектакля, можно сказать, который идет еще со времен 90-х годов. И новая премьера для детей «Волк и семеро козлят». Это детская сказка для самых маленьких. Думаю, что будет интересно малышам и родителям посмотреть. Всякое сближение, Которое по началу кажется таким приятным. Наверное, нет таких слов, чтобы описать прожитое. Хотя нет, у Караченцева в песне хорошо сказано. Звонок последний прозвучал, Пора на сцену. Я, как костюм, Чужую жизнь сейчас надену. Пусть сотни раз Я проклинал судьбы и моменты, Но заслужил, о чем мечтал. Аплодисменты. 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 Субтитры создавал DimaTorzok